кабина за выходные заржавела пятнышками точно так же как и весь трактор первый вопрос который сегодня у нас стоит это угол всем не понравился вот этот угол угол заднего стекла всем не понравился вы не поверите но теперь он мне тоже не нравится огромная благодарность михаилу который написал нам сообщение вконтакте и объяснил что здесь размер крыши не 1370 вернее не тысячи триста шестьдесят а 1270 а самое важное это вот задний угол получается 10 градусов вот мы тут приготовили приготовил я вот такой инструмент сейчас будем мерить ребята как хорошо что вы пишите комментарии а я их читаю вот у нас вот у нас смотрим ровно 10 градусов прикладываем и у нас конечно же ничего не сходится давайте проверим как должно быть должно быть вот так сетевшняя наша задача переделать вот этот вот угол в первую очередь в первую очередь переделаем вот этот угол задней стенки нашей кабины Кировца вот эта плоскость и эта плоскость должны быть под углом ну скажем так вот здесь угол должен быть 10 градусов строго по этому чертежу вот по этому чертежу 10 градусов и все размеры дверей кабины и так далее спасибо михаилу за такую помощь это очень приятно пишите обязательно комментарии друзья это очень важно от этого зависит сама форма нашего кировца вот сразу заметили комментарии про заднюю стенку ну вот видите мне вот сказали что 1360 этот размер по крыше но он оказывается 1270 как не знаю ладно сейчас с этим разберемся и перейдем ко второму вопросу это у нас будет окошко вот тут это надо будет опять же изучить образец нашего трактора они чертежи пока друзья давайте переделаем угол на 10 градусов друзья еще выяснилось что линия вот этого изгиба начала 10 градусов находится ниже линии окошко а у нас тут вровень короче сейчас надо будет все это отпаять то что напаяно вот это и вот это срезать как надо и немножко полностью переделать вот эту вот часть времечко это займет нормально но нужно 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 прислуживаться советом в комментариях и это будет правильное решение по ходу строительства нашего шикарного проекта кировца ничего себе реально такой должен быть угол тут надо делать надо делать отпаивать сторону полностью не буду просто просто попробую сейчас нагреть и снести половину а верхушку оставить также не переделывать же всю боковину правильно так очистим сейчас вот так вот нагреем она расслабиться и сделаем вот такое движение все она очистилась все теперь можно работать дальше вдруг вторую сторону так же сделаем сейчас оставляем вот так радиусную часть отрезаем вот так вот и пробуем загнуть заднюю плоскость здесь по терке у нас будет линия загиба даже потому что на десяти градусов это будет заметно так теперь аккуратно его загнуть угол по этой линии и и и и и дальше уже потом придумаем еще миша не разбирает плуг как у тебя дела миша поздоровайся со зрителями здравствуйте здравствуйте миша не разбирает лук на покраску давай разбирайся потом будем грунтовать чистить и покрасить его вратной синий свет до синий черно-белый это ты чё корпуса плугов снимаешь а куда ты их складываешь вот сюда вот они тут валяются занимаются пойдем дальше кабину делать нужно пропилить чтобы продлить линию загиба ювелирная пилка ювелирный лобзик и с этой стороны также пропилин эта пилка очень хрупкая но режет сталь рассчитана для драгоценных металлов очень хорошая вещь советую вообще ювелирная технология в моделизме очень полезны как практика показывают делаю прорезь для того чтобы для того чтобы загиб наш в принципе был возможен теперь мы готовы загнуть вот эту плоскость по этой черте на 10 градусов а потом все выровняем и запаяем обратно небольшая черточка даже нарисуется сейчас линия загиба тут окажется она все-таки должна быть вроде бы как даже готова вот теперь у нас линия загиба заметно и угол мы сейчас наверное сможем загнуть все таки просто вручную попробуем да не знаю как показать на камеру просто берем вот так эту в сторону и загибаем вот так хорошо загибается смотри-ка эта сторона ох то эта сторона не захотела она загнулась не так как хотелось бы давайте попробуем за основу что где у нас шаблончик проверяем по шаблончик у получаем наши 10 градусов теперь друзья правда подобный угол задней стенки я думаю да еще раз скажем спасибо михаилу и все этому сейчас просто обязан запаять шикарно даже плоскость нарисовалась все паяем пайку не буду показывать результат покажу может быть что-то это это а 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 про лес на и угол теперь заметный вот что мы тут исправляем видите вот что мы тут исправляем вот этот вот косячок но он опустился мы его часто чего им а готова друзья угол теперь верный 10 градусов размер вот здесь получается 1270 смотрим теперь такую картину и угол у нас реально заметный стал шикарно продолжаем дальше а что у нас дальше дальше мы ах да мы дальше изучали тему окошко с правой стороны передней плоскости кабины снизу вот здесь вот рук не хватает показать вот здесь вот окошко должно быть говорят давайте посмотрим в чертежах о а в чертежах это окошко имеется вот она давайте посмотрим в наших картинках друзья смотрите вид из кабины вот здесь окошко должно быть и весь его нет дальше смотрим листаем вот это вот сторона и здесь окошко тоже нет больше видов этих у меня нет кажется ну вот два места по которым можно определить что их там нет а вот еще место где можно увидеть отсутствие окошко вот здесь окошко нет короче народ чертежах есть окошко но в данном киросе у нас нет окошек потому что мы его делаем по образцу и она будет без окошко как-то так что окошко у нас тут нет как дела миш раскидал весь плуг ну-ка посмотрим все раскидал колеса тоже с ними их тоже надо колеса мы будем красить в черный корпус голубой и так далее там подобное все детали раскидай сколько много деталей у нас плуга сколько деталей посчитай комишь у нас в плуге тебе очень полезно будет посчитать давай я пока позанимаюсь ты посчитай потом ответишь ладно ребята приступаем к остеклению надо сделать 24 как я посчитал на две стороны крючочка крючочки будут вот такого плана они будут держать стеклышки что-то такое чувство как будто у нас трактор сейчас насквозь прожареет ржавчина прям пипец слоями пошла пропитать маслом что ли не знаю или сделать ржавый проект трактора сейчас надо повыравнивать сделать из этих кусочков латуни уголки красивейшие вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 Разметили панель приборов... Продолжение следует... Под... Щиток приборов... Прямо на кабине все разметил... Вот боковой рисунок... Вот такой вот размерчик получается... Спереди... Также сделаем... Корпус... Коробочку... Под... Распределитель... Вот она... С тремя рычажками... Распределительной системы... Нашего кировца... Разместим его... В положенном месте... Тоже сейчас все начертим... Место под коробочку... Распределительной системы... Сделали... Примерно по картинке... Нарисовал... Раскрой... Прямо на железе... Панели приборов... Сейчас будем резать... Позагибаем теперь... План какой... Сейчас мы загнем вот этот нижний... Уголок ребра жесткости... Потом попробуем загнуть вот это... И вот это... А потом уже... Бока... Надеюсь у нас все получится... Нужен... Листогиб... Самую малость надо загнуть... Когда загибаем самую малость... Когда загибаем самую малость... Надо... Зажать деталь очень сильно... Потому что она... Захочет убежать... Шикарно получилось... Вот эту полосу... Будем загибать вместе с боковинами... А боковины потом уже... Выровняю обратно... Так же зажимаю... Зажимаю... И... Какой там угол... Примерно... Вот такой... Теперь... С этой... Боковинки... Выравниваю... Молоточком... Угол... Сохраняется... Здесь... Плоскость... Тоже... Сохраняется... Сейчас... Попробуем... Подогнуть... Измеряем... И загнем... Вот эту черту... А потом... Отрезаем... По размеру... Кажется... Получается... Ровно... По черточке... Разгибаем... Обратно... И гнем... А черточка... У нас... Получается... С другой стороны... Его надо перевести... На эту... Точненько... Да... Раз... Раз... И... Два... Раз... Я думаю... ну более-менее хорошо получилось можно сказать даже сейчас лишнее поотрезаем все припаяем и покажем вам результат готовой коробочки панели приборов что это у нас получается у нас получается коробочка села на место даже сделал выпивы уголки которыми закрепляются стекла получилось даже замечательно ну а саму панель приборов конечно же мы будем делать следующей серии сегодня еще успеем сделать коробочку под распределитель на заднюю стенку кабины нашего трактора так это у нас идет на место берем рукой вот это вот измеряем размеры делаем коробочку и будем на сегодня довольны панель приборов сделали осталось сделать только аппаратуру просверлить отверстия там стеклышки поставлять и так далее но это будет следующей серии а пока вот так вот она у нас крепится пока конечно же на магните все креплю ну чтобы видно было все а потом уже будет наверное два винтика с этой стороны будем прикручивать два винтика так чтобы не мешались да ну и разбирать чтобы можно было как-то так друзья сзади сделал коробочку которая закрывает распределитель и там будут три выщежка на этом у меня все эта серия заканчивается следующей серии будем устанавливать полностью салон доделаем панель приборов рычаги сидушки возможно ну короче следите за нашими фильмами работа кипит все хорошо кабина вырисовывается друзья мне очень важно знать и чувствовать что вам нравятся мои ролики то чем мы тут занимаемся на этом все держится поэтому подписывайтесь на канал делитесь этим видео лук у нас сегодня будет разбираться полностью на покраску будем его грунтовать красить этим у нас заниматься будет помощник главного конструктора мишаня вы его давно хотели видеть как у тебя дела миша поздоровайся со зрителями здравствуйте мишаня разбирает лук на покраску давай разбирайся потом будем грунтовать чистить и покрасить его вратной синий свет до синий черно-белый это ты чё корпуса плугов снимаешь а куда ты их складываешь вот сюда вот они тут валяются и а Продолжение следует... Продолжение следует...